Всем доброго времени суток! Вы на канале все связано с Ольгой Мартьяновой. И в этом видео я решила сделать обзор связанных моих вещей летом и вот за сентябрь 2017 года. Первым делом хочу показать мою жилеточку, связанную для старшей дочки в школу. Вот так она замечательно выглядит. Вот это пряжа детская новиночка от Пехорки. Есть стопроцентный акрил высокообъемный, классическая жилетка. Первоначально я планировала вязать кофту, но вот один колобочек у меня куда-то исчез, поэтому я сделала жилетку. Узор на полочке выполнила в виде такой ажурной полоски. Мне показалось, что через эти дырочки белая рубашка будет очень хорошо видна. Жилетка состоит из двух полотниц. Сшиты они между собой иголочкой, тоненьким шовчиком. И горловина и рукава обработаны крючком просто один столбик без накида, чтобы не утяжелять изделие. И вокруг воротника тоже такая декоративная отделочная полосочка. Получилось очень тепленькое, но в то же время тонкое изделие. Так, следующее. Ну что, пойдемте по шапкам. Первый комплект, который вам хочу показать из серии шапок, это комплект шапка Снут из пряжи Кроссбрейд Бразилии. Обзор на эту пряжу имеется. Шапка выполнена на круговых спицах. Она бесшовная абсолютно. Вот, отворот выполнен резиночкой. Дальше основное тело шапки выполнено узором путанка с небольшим переходом цвета. И венчает макушку помпончик из натурального песца. Вот такая вот красота получается. Эту шапку можно носить как без отворота, так и с ним. Поскольку в составе мериносовая шерсть, то шапочка получается очень теплая. И к ней же в комплекте Снут резинка. То есть одели под воротник, вывернули, одели сверху куртку. И получается такой воротник, манишка, шарф очень теплый. И в то же время никуда он с горла, с шейки не убежит с ребенка. Так, поехали дальше. Следующий комплект шапка Снут, это уже из пряжи, вот из дома вынесла на улицу, прям теплая. Это слонимская пряжа. Посылку с этой пряжей мы с вами вместе открывали. Вот что у меня из моточков получилось. Значит, во-первых, покажу шапку. Она у меня тоже связана на круговых спицах, она бесшовная, видите? Смотрите, связана она в 8 ниточек, то есть было взято 2 бобинки, в каждой бобинке по 4 ниточки. Вот эти 2 ниточки сложили, получилось 8 маленьких. И из них я вязала на троечке эту шапку. Макушку тоже я сделала в виде такого вот цветочка симпатичного. Удлиненная шапочка, потому что у ребенка сверху косички, хвостики, чтобы это было все тепло. И к этой шапке вот такой замечательный шарф-снут, выполнен крючком. Рисунок ромбики. Вот, наверное, на белом лучше видно. Вот таким рисуночком. Нужно сказать, что слонимская пряжа в 3 ниточки, ой, в 4 ниточки, прошу прощения, в одном моточке, вот этот вот, сложено 4 ниточки, тоненьких. И вот эти 4 ниточки прекрасно подходят для крючка тройки. Получается очень тонкое полотно, но в то же время теплое, идеально для крючка. Вот такой замечательный шарф-снут у меня получился. Кстати, подходит не только к дочке, но и мне. Далее, что хочу показать, еще один, следующий комплект, как говорит моя дочь. Еще один шапка-снут, оранжевое настроение. Эту шапку я перевязывала из манишки. Мастер-класс уже вот-вот будет по ней. Нашлась старая манишка из полушерстяной замечательной пряжи. Я ее распустила, так как манишка была уже неактуальна и перевязала в шапку. Макушка тоже плавно переходит на нет. И к этой шапке коричневой и к этой пряже коричневой я увидела совершенно случайно вот такую потрясающую секционную пряжу. А ты толстая пряжа для спиц семерочки. Оранжевых, вот таких вот огненных лиственных оттенков. Я не смогла устоять. И у меня получился снуд и помпон из одного 100-граммового моточка. То есть вот эта шапка 100 грамм и снуд с помпоном тоже 100 грамм. Вот масса вот этого комплекта. Еще один шапка-снут. Так, здесь хочу показать. Это, во-первых, шапочка у меня была уже. Но я ее немножко обновила. И к ней увидела совершенно потрясающую секционную пряжу. Это марочка Yarn Art Magic Fine. Один моточек я приобрела. Это полушерстяная пряжа. Она тоненькая, приятная. И вот в комплект к этой шапке я связала вот такой замечательный платок. У меня получился платок-шарф. Этот шарф прекрасно дополняет шапку и контрастными цветами, и фактурой, и пряжа абсолютно одинаковая. Вот. И на моей дочке этот комплект замечательно сидит. И обратите внимание, что снуд этот небольшой, вот у меня ниточка еще осталась, от моточка, вот этот хвостик. Вот здесь моточек пряжи, 100 грамм. Вот. Из одного 100-граммового моточка у меня получился вот такой шикарный платок. Платок-шарф, но это детский вариант. Для взрослого человека нужно, ну, как минимум, два таких моточка. Так. Поехали дальше. Тоже платок очень просто вяжется. Буквально вот тут несколько часов. Следующий. Еще один платок хочу показать. Он уже выполнен крючком. Тоже теплый. Тоже очень-очень теплый. Вот такая красотища. Он, наверное, весь не поместится. Нет, не поместится весь, но да ладно. Вот. Ну, вот так покажу. Вот так покажу. Это пряжа Кроссбред Бразилии. У меня на нее есть обзор. Из этой пряжи вот связан вот этот комплект тоже. Пряжа очень тоненькая, мягенькая. В составе шерсть. И для крючка троечки, если вязать в одну ниточку, по-моему, идеально. Для шапок вот здесь две ниточки сложены. Шарф, платок связан, ну, тоже самым элементарным способом. Вязала я его из середины гипотенузы и вот такими вот рядами. То есть здесь чередуются столбики с накидами и рядочек, там, столбик с накидом, воздушная петля. Опять столбик с накидом, воздушная петля. Ну, и так далее. Вот. И чередовала, в принципе, я их в таком произвольном порядке. И вот получилась вот такая красота. Теплая, невероятно приятная, в то же время очень тонкая, драпируемая такая вещь. Очень приятная. Вот. А вяжется тоже элементарно и крючком. Быстро-быстро все это делается. Сейчас осень, сейчас очень модные платки, всевозможные палантины. Вот. Поэтому, если будет интересно, вы, пожалуйста, напишите. Я покажу, как это все вязать. Еще одно изделие, которое я хочу показать. У меня на него мастер-класс уже отснят. Изделие я назвала душегрейка для Ани. Потому что она действительно настолько теплая, мягкая и потрясающая, что... Ну, это не жилетка. Это душегрейка. Вязала я ее из двух видов пряжи. Здесь ализе-мотив. Вот это вот секционная пряжа. А вторая, вот эта коричневая, это пряжа спортивная, от пехорочки. Связана жилетка. Воротник бесшовный. Вот видите. Можете наблюдать, чтобы ничего не раздражало горлышко лишний раз. А сама жилетка из двух полотнищ. И вот боковым швом между собой собрано. Ну и плечевой, конечно же, шовчик имеется. Тоже, на первый взгляд, изделие вяжется очень просто. Но есть свои нюансы, не зная которых, можно не добиться хорошего результата. Вот. Поэтому, кому интересно, я все-все-все подробненько расскажу. Тоже, это будет отдельное видео, отдельный мастер-класс. Ну и напоследок, вещи, которые у меня вот почти-почти доделаны. Первое мое изделие, это тоже слонимская пряжа. Цвет называется нектар. Он действительно такой нектаровый, нектарный, персиковый, сладкий. Вот я не знаю, как вот. Ну не видно. Камера не передает этот цвет, к сожалению. Это будущее кофта. Сейчас находится на стадии обвязывания края. Вот. И мне останется только сделать рукавчики. Вязала я, вяжу я эту кофту, вот здесь, единым полотном. То есть спинка и две полочки, вот так, вяжутся единым полотном до момента вывязывания проймы рукавчика. И дальше разделяется на три части. Полочка, спинка и полочка. А потом просто вот здесь вот на плечиках сшивается. Можно крючочком, можно иголочкой, кому как больше нравится. Дальше я обвяжу крючком здесь все наши полочки. Сделаю красиво и посмотрю. Может быть я оставлю это в виде жилетки. А может быть, что скорее всего я довяжу еще рукава и, как хотела, сделаю полноценную кофту ребенку. Потому что вот в школе вроде тепло тогда, а на рубашечку хочется что-то такое тоненькое, но тепленькое одеть. Вот, поэтому продолжу здесь рукавчик, сделаю. Подберу пуговички и будет красивая такая кофточка. И она, кстати, на ребенка удлиненная. То есть это получается такой немножко удлиненный жилет. Вот, получается очень красиво, очень практично и, тем не менее, очень тепло. Потому что в составе этой пряжи слонимской, вот данной моей пряжи, 30% шерсть, 70% акрил. И эта пряжа не пеленгуется. Так, и последнее изделие, о котором я бы хотела рассказать, но не по значению. Последнее, по габаритам, это моя толстенькая, красивенькая, такая замечательная, безрукавка, двусторонняя. Она даже в камеру не влазит. Вот так ее снизу вверх показать вам. Вот, это безрукавка. На нее осталось сделать только пуговки. Я хочу подобрать такие деревянные, с кожаными, такими пришивными элементами, красивыми. И будет замечательно. Тоже, вроде бы, совершенно простая модель, но тоже есть свои нюансы. И по поводу вот этой безрукавки, у меня уже отснят материал. Я буду готовить видео-мастер-класс по всем моментам. Я когда эту безрукавку вязала, думаю, ну безрукавка я безрукавка, ну и что там подумаешь. Но вот эта пряжа молодежная, она себя показала настолько неожиданно приятная, что мне захотелось сделать не просто безрукавку классическую. Сделать ее, во-первых, двусторонней. И она у меня али-оп. Классическая такая безрукавка превращается в кантри-вариант. Она не стиранная еще, не утюженная. Поэтому, конечно же, еще не все петельки лежат как надо. Вот, то есть обратите внимание, швы упаковали в кромочную петлю и плечевые швы, видите, они вполне годятся для двусторонней, для двустороннего изделия. И горловина, видите, то есть с одной стороны край, с другой стороны, вот он, да, абсолютно, ну практически одинаково, аккуратно, ничего нигде не топорщится. Закрыто воротник эластичным способом, полочки, на полочках, как вот эти штуки называются-то, господи, планки, планки. Смотрите, вот видите, то есть как они набраны. С одной стороны, видите, с другой стороны, все аккуратненько, край, видите, ровненький. То есть ее можно эту безрукавку носить и на одну сторону, и на другую сторону, все запечатано, все закрыто, абсолютно все симметрично. Но при этом она настолько теплая, бронебойная, что если довязать рукава, скорее всего, я это сделаю, у меня спортивный еще лежит моточек, и, например, сделать флисовый подклад, это будет просто бронебойная вещь, абсолютно, ну я не знаю, на Кубани можно отходить совершенно точно ползимы с нашими температурами. Ну, осталось сюда подобрать пуговички, и будет изделие закончено. Но я думаю, еще рука все-таки подавязываю. Вот, поэтому, ну что, спасибо большое вам за внимание. Я надеюсь, изделия вам понравились. Если какие-то вопросы, предложения, пишите, пожалуйста. И те изделия, которые вам особенно интересны, вы тоже их, пожалуйста, в комментариях указывайте. Я с удовольствием буду выкладывать по ним мастер-классы в первую очередь. Ну, все, всего доброго. Всем пока-пока. До новых встреч.